Новинки, надежность машин и поиск новых рынков сбыта, как гарантия устойчивой работы предприятия. Президент сегодня посетил Гомсельмаш. Флагман машиностроения уже 90 лет достойно представляет Беларусь на мировом рынке сельхозтехники. Продукция бренда ценится белорусскими аграриями и поставляется практически во все страны СНГ, в Европу и Азию, в Южную Америку и Африку. Так что наша сельхозтехника на полях всех континентов. Президент так и сказал, сегодня приехал поблагодарить за работу, порадоваться за предприятие и его коллектив. Повод действительно знаковый. Несмотря на пандемию, холдинг разгрузил склады, увеличил экспорт, открыл новые рынки. Заводчане сегодня услышали главное. Ни о какой приватизации, вопреки появляющимся в интернете вбросам, речи быть не может. Будущее у предприятия однозначно есть и есть куда двигаться дальше. Конечно, ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников, но нужно выстоять, думая о качестве и предлагая новые современные модели. Илона Красуцкая продолжит тему. 90 лет на рынке, 13,5 тысяч сотрудников и 12 комбайнов в сутки на главном предприятии. Это холдинг «Гомсельмаш» в цифрах. Спрос на продукцию брендов, пандемию возрос на всех рынках. И если так пойдет дальше, будет одна проблема – успеть сделать все, что заказали. Целый сезон отработали в шестидневку. Даже несмотря на то, что техника наша сезонная, осенний-зимний период загружены работой. Все машины уходят на сегодняшний день прямо с колес. Зарплата также увеличилась. И сегодня ситуация стабильная. Несмотря на то, что в целом мире, как в Европе, так и везде, связано с пандемией коронавируса, мы этого ничего не ощутили. Календарь продаж сверстан на следующий год. В отличие от российских предприятий, которые уходят на январские каникулы, в цехах «Гомсельмаша» только первые три дня Нового года будут выходными. А с четвертого штат выйдет на работу. Более того, организуют две смены. Оборотные средства позволяют. Огромное спасибо, что у нас нет карантина. Все хотят кушать. Ну, стали бы мы на карантин. Ну, как? Комбайны никто бы не собрал, хлеб не убрали, хлеб пропал, даже если бы посадили. Опять были бы голодные все. То есть никаких карантинов нам не надо, все работают. Год непростой. Сначала морально неслабо подкосила пандемия, потом известные события в стране. Некоторым, возможно, сложно сконцентрироваться на служебных обязанностях, но на «Гомсельмаши» выстояли. Конечно, мы не упустили возможность поинтересоваться настроениями на предприятии. На отдельных сотрудников здесь тоже выходили, подбивали на забастовку. Было и такое. Но попытки не удались. Коллектив у нас классный. Ну, все, скажем так, молодые, активные. Близится инвентаризация, поэтому у нас тут голова забита полностью работой. Я думаю, что из всех проблем есть выходы. Есть выходы, ну, мирные, спокойные. Вот. А что касается этих волнений, на самом деле, ну, мы подустали. Мы не знаем, что нас ждет в центре города. То есть выходные мы не можем планировать какие-то поездки, да, потому что можем невольно оказаться в какой-то ситуации, в которой не хотим. Мы обеспечили за этот год всю страну комбайнами, Россию комбайнами, понимаете. И до сих пор мы работаем и не остановились. Это вполне, я считаю, сделано было правильно и целесообразно. Мы должны зарабатывать. У нас нет времени на вот эти выходы в свет, на эти забастовки. Приехать на предприятие глава государства планировал давно, но командировка несколько раз переносилась. Понятно, почему были задачи поактуальнее. Хотя Гомсельмаш и так вниманием не обделен. Новый суперкомбайн президент лично пробовал в деле, да и в полях наши всегда перед глазами. Успехами новых машин Александр Лукашенко интересуется сразу, переступая порог. Это ведь вопрос выживания коллектива и предприятия в условиях пандемии и суперконкуренции. Самая серьезная борьба конкурентная идет сейчас по электронике. Это как бы облегчение труда механизатора, технологии точного земледелия, спутниковой системы. Но вот одно из серьезных направлений, которым используется искусственный интеллект для того, чтобы управлять машиной, облегчать труд механизатора. То есть она без человека идет, да? Ну вот механизатор стоит, вот она ведет. Две трети продукции идет на экспорт, спрос рождает предложение. В линейке появились новые машины с разными модификациями двигателей и набором опций. Недавно подписали контракты с российскими, казахстанскими аграриями. Востребованы машины и в дальнем зарубежье, что там, в далекой Африке, куда не каждый человек доберется. В этом году 20 машин отправили в Зимбабве. Туда же готовят еще одну партию. В ожидании поставки и Нигерия. А еще нужно обеспечить собственный рынок. К следующей уборочной кампании Гомсельмаш планирует выпустить более двух тысяч машин. Плюс еще одна задача отдать вложенные государством средства. В общем, не расслабишься, хотя это здесь поняли давно. И кризис на 2015-е, когда спасли именно дальние рынки, уже кажется детским лепетом. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартным. Социалистическим путем. Неважно каким. Но мы спасли их. Да, где-то они напряглись. Ну и государство же плечо подставило. При этом я только хочу заметить. Вот я губернатору говорил, чтобы вы все понимали, что государство плечо подставило. И Гомсельмашу, и другим, и так далее. Но когда-то долги надо отдавать. Я имею в виду денежные. И у вас эта тенденция есть. Это хорошо. Конечно, мы будем и дальше поддерживать. Никуда же не денешься. У вас сколько в холдинге? 2012 больше. Да, 12,5. 13,5 тысяч народу. Умножка от минимума на 4. Под 80 тысяч люди кормятся от этого. Вот и, пожалуйста, все протесты и все пирамены. Давайте закроем, давайте продадим. На во что они нам потребны. Вот на во что. 80 тысяч человек живет и кормится. Да, где-то небольшая избыточность численности. Ну, слушайте, люди уходят на пенсию. Просто кто-то увольняется, переходит на другие предприятия. И надо естественным образом сокращаться. Нельзя выкидывать людей на улицу. Это команда выполняется. Ну, ни в коем случае. Какие бы они там ни были. Ну, да, кто-то там по-другому думает. Кто-то запротестовал и прочее. Через год все поймут. Смотри, прошло 2-3 месяца. Уже многие за голову взялись и поняли. Особенно на Гомсельмаши. Почему результаты? Да потому что здесь протестов не было. Как бы их не пытались покачать. И провосятся назад, Александр Петрович. Те, которые думали. Назад не надо. Нет. Метлу на улицу и метлу в руки. Пусть там поработает пока. Чтобы он оценил и понимал. Конечно, за каждым новым контрактом стоит масса людей. В первую очередь конструкторы, разработчики. Они мозговой центр завода. Те люди, с которых начинается история новых моделей. Сначала, конечно, на бумаге. Затем за дело берутся сборщики и, наконец, комбайнеры-испытатели. Всего же научно-технический центр комбайностроения. Это почти 600 человек. Сейчас совершенствуют кормоуборочные машины и уже многим известный суперкомбайн на газовом топливе. Это направление будет развиваться. Мы присматриваемся к сжиженному газу. Учитывая, что он широко поставляется сегодня на многие рынки. И в Восточной Азии, и в Европе много сжиженного газа. Ну, не говоря о том, что в России тоже «Газпром» готовит целую систему заправок. Но мы знаем, что в Китае уже сотни тысяч грузовиков ходят на сжиженном газу. Притом, это чистая энергия, потому что по выхлопу она соответствует тому, что двигатели имеют в Европе. Конструкторы готовят апгрейд еще трех машин. В следующем году планируют начать их испытания. Курс на комфортабельные кабины с климат-контролем, шумоизоляции и современными бортовыми компьютерами. А также повышение производительности машин и увеличение объемов их бункеров. Мы, в общем-то, видим окончание 2020 года с существенным ростом объемов производства. Буквально скажу, что в ноябре-декабре еще у нас в планах стоит порядка 220 машин, зерноуборочных машин. Ежемесячно необходимо будет с нуля изготовить. Причем на эти машины уже есть покупатель. И, конечно же, мы обязаны просто исполнить и обеспечить аграриев не только в Республике Беларусь, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья качественной техники. Для этого необходимо понимать, что самый главный капитал, это и является нашим лозунгом, девизом, это наш сплоченный персонал. Действительно, это наши люди. В целом, как обстоят дела на предприятии, президент остался доволен. Об этом сам скажет коллективу. Да, Гамсельмашу помогло государство. Да, сегодня поджимают конкуренты, но есть стратегия развития. Новинки гарантируют место на рынках. Я хотел посмотреть, насколько новое руководство предприятия реализовали те обещания, которые они мне давали при назначении. Должен сказать, что меня водошевляет и радует, что вы наконец-то вышли на траекторию роста, как модно сейчас говорить. Пусть еще с поддержкой, с помощью какой-то, но вы не работаете на склад. Вы производите тот товар и тот продукт, который нужен стране. И не только стране, по-моему, 75% у нас экспорта. То есть 75% вы производите товара, который мы продаем за пределы и получаем валюту. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Развитие холдинга – одна из причин, почему его не будут продавать даже солидному инвестору. Что бы там где ни писали. Это ведь достояние страны, причем ни одного поколения. Вообще на Гомсельмашу десятки трудовых династий. Рекордсмен – династия с суммарным стажем в полвека. Члены этой семьи стояли буквально у истоков создания предприятия. Это дело семейное для Максима Несовца и для его коллеги Николая Колыша, который работает здесь более 15 лет. Каждому из них и еще более 13 тысячам сотрудников важно знать, что у предприятий есть будущее, и они сами его творцы. Держитесь за этот завод. Вы никому в этой жизни нигде не нужны. И вот эта пандемия, которая разворачивается по второй волне, все происходит то, о чем я предупреждал до выборов. Вот оно и происходит. Сегодня, оказывается, Лукашенко оказался прав. Закрываться нельзя. И никто не закрывается в мире. Внешне не закрывается. Но многие остановили производство. Они остановились. Мы продадим свой товар. Мир изменился. Но то ли еще будет. Поэтому где-то надо и потерпеть. Где-то надо потерпеть. Страшная ситуация на планете. Ужасная. И это выливается вот в те столкновения, которые вокруг происходят. И нас так крылом зацепило. И еще добавила вот эта пандемия. Мы договорились. Вы слышали недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим. Они отложили наши долги. И 500 миллионов мы у них заимствовали долларов через евразийский банк. Ну, я думал, тут поддержим и машиностроение и прочее. А ничего подобного. Все 500 миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей главное. И никуда от этого не денешься. Поэтому где-то, я говорю, надо и потерпеть, сжал зубы. Очень непростой будет будущий год. Главное поручение коллективу одно. Качество. Только так сегодня можно конкурировать и развиваться. С ростом заказов на Агумсельмаши растет и потребность в кадрах. Молодых специалистов здесь ждут особенно. Сейчас готовы предложить около 200 вакансий. Илон Красудская, Вероника Бута, Анна Ковалева, Иван Мартынович. Агентстватель новостей.